С вами Нильвгорн, и это игра Терра Тэча. Мы продолжаем играть, и сегодня будет месть! Месть! Я вот достроил всё-таки своего хомячка, ну, в предыдущей серии назвал я его именно Хомяк. Не знаю, мне почему-то понравился. Он такой маленький, пружинистый, стабильный, скоростной. То есть хомяки тоже быстро бегают, да? То есть при этом при всём вгрызается в рогов, как прям вот, как бешеный хомяк голодный. И это почему-то именно Хомяк, прям вот мне понравился это именно. И сегодня будет поистине месть, потому что он у меня, помните, найти базу конкурентов и уничтожить её, это раз. И вот здесь вот есть восклицательный знак, там как раз-таки Охотник прилетел. Сначала давайте мы съездим и отомстим вражеской базе. Вон он, вон он стоит, гад! Конечно, не он меня вроде убил, а может быть и он. Хотя все вместе, тут и вышка постаралась, и... Тут все вместе они постарались, и вышка постарался, и это устройство постарался. Отлично, давай-давай-давай-давай-давай! Уничтожать! Конечно, смотрите, я его прям откидываю, вообще жёстко откидываю, конечно. Он... А почему он так отлетает, интересно? Я даже не знаю, честно, я, как видите, ничего не делаю. Охот! Может быть, это залп дробевиков так его откидывает? Серьёзно? Посмотрите, что происходит! А теперь вот... Да, вот, не знаю, честно, я не понял, что конкретно... Что конкретно откидывал, но... В итоге, конечно же, просто загнали в яму и уничтожили. Отлично, отлично, отлично! Ну, тут даже я... Я даже не сомневался, честно говоря, с таким запасом энергии, но, честно скажу, конечно, мало кто сможет выжить. Теперь же пришло время базы. Я здесь, кстати, забыл установить фары, и сейчас за кадром это сделал быстренько, потому что ночью я не катался уже на этом. Ну, тут уже всё, малыши, конечно же. Конечно же, малыши остаются, тут уже ничего не остаётся, их просто нужно уничтожить. Притом, вот эта вышка, я её почему не трогаю? В принципе, по-хорошему, по-хорошему, можно было её, в первую очередь, разнести, но вот сейчас вот вы поймёте, да? Вот. Если кто не знал, то да. Ребята, если мы не уничтожаем вражескую базу, а уничтожаем всех защитников вражеской базы, то эта база становится нашей. Так, 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 так. Ну, ничего нового не дали, ладно. Посмотрим, что это за база. Притом она нормальная такая, прям и с батареями, и с энергией. То есть, вообще, отлично. Давайте-ка мы её оставим, пускай она здесь будет находиться. Не знаю, от врагов будет отстреливаться, или ещё что-то в этом роде. Давайте её вот так вот, оп, защита. И, я думаю, нужно отправиться на поиски вот этого охотника, который на нас напал. Вон он. Напал он на самолёт, я помню, да? Когда мы летали. Летали. Но сейчас мы отомстим. Тут я даже не буду останавливаться. Вообще, на маленьких останавливаться уже не стоит, потому что на них только мы будем просто тратить время. Ох, хорошо, хорошо. Как мне нравится, как наше устройство движется. Чёрт, вот это горы. Но наш хомяк лазит где угодно. Так, вот здесь вот, да, здесь немножечко скорость надо сбавить. Сначала на гору надо залезть, и только потом уже тапку топить. Отлично, конечно, передвижение. Мне нравится, какое у нас получается. Ах, всё, топливо кончилось. Сразу же начинается торможение. Ну, давай, давай. Ей, отлично, забрались. Чуть-чуть ещё осталось доехать. Ну же, давай. Сколько не ставь топлива, сколько топливных баков не ставь, всегда будет мало. Очень крутое, смотрите, место. Это три геотермальных генератора прям рядышком стоят. Ещё один четвёртый, и вот там он пятый. Блин, вообще крутое на самом деле место. Но позиция такая мне не очень нравится. Так, где, где ты находишься? Ты такое чувствуешь, что он прям вообще... Это я так далеко улетал, да, на самолёте? Серьёзно. Прям вот, вы сами видите, прям очень далеко. Я уже долго еду достаточно-то. Я ещё минут пять за кадром ехал, и вон я вижу этого охотника. Он слабоватый, конечно, я прям вижу издалека, вот он слабоватый. Я вспомнил, что я же в соляной пустыне нашёл этого охотника. Точнее, он на меня напал, поэтому так далеко. Ну ладно, ладно, мы его в любом случае уничтожим, но... Эй-эй-эй! Оу, а знаете, почему ещё мы его уничтожим? Потому что у него, посмотрите, какие пушки-то! Вот это вот жесть! И, кстати, по поводу вот этих пушек я ничего не знаю. Будут ли они... Будут ли они спасать? Точнее, будет... Так, сейчас, по-моему, да. Блин, у него очень много блоков хороших. Прям вообще, смотрите, у него и пушка. Взорвись, взорвись! Хватит, хватит! Серьёзно, есть одна пушка, сохранилась! И даже вот этот блок... О-о-о-о, ребят, вот две пушки сохранилось! Вот это круто, ребятки! Вот это круто! Это просто бомбезно! Так, я прям беру две пушечки и вот так вот ставлю. Прям вот сразу же. Так, отлично! Это, конечно же, мы всё забираем. Потому что... Блин, тут и баг дали, и двигатель, и вот этот вот ховер плиту. Кстати, в этой версии с ховер плитами поработали, и они намного, как сказать, намного приятнее стали работать. У них подъём более крутой стал. То есть, вентуровские там, по-моему, самые крутые теперь. По тому, чтобы поднимать вверх наше устройство. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Так, вот эти все блоки я тоже возьму. Это всё мне пригодится. Так, я вижу, во-первых... Блин. Ты разбросал-то его, конечно. Ну-ка. Я попал по нему. Ну-ка. Вот это его разбросало, ребятки. Вот это его разбросало. Так, ну-ка. А, я думал, у него гусеницы какие-то. Я вижу, он издалека. Ну-ка. Хватит. Да, вот сейчас, конечно, начинаю... Вот сейчас вот уже и всё. Когда... Такая атака, она эффективна, конечно, против очень огромных устройств. Но в данном случае она была не очень эффективна, потому что орудий у меня сейчас ещё не очень много, да? То есть... А, я уже пробурил ему всю часть, как бы. И регенерация моих щитов Она быстрее восполняла, чем я убивал Но хотя я все равно уничтожал Так, отлично, здесь я всех покарал И, кстати, у нас вообще-то еще есть Крафтовый бизнес, три задания Которые я, кстати, не выполнил до сих пор И там нас познакомят с тем устройством Которое мы уже давно используем Ребят, пока я ехал к следующему заданию Я тут убивал всяческих врагов И посмотрите, выполнил охоту Хавки И здесь мне дали, смотрите, вышку Пулеметную, лазер И вот эти две штуки Ох, как это круто, ребят Рецепты, считай, уже есть То есть я их уже, мне не нужно их будет открывать И мне их всего лишь нужно будет уже производить При том, что фабрикатор, по-моему Фабрикатор, по-моему, да, я выбил То есть утилизатора пока что нету, конечно, Хавки Но фабрикатор уже есть И это уже прям, знаете, новая эра, так скажем, развития Странно, что фабрикатор Хавки Дали намного раньше, чем Вентура Я вижу следующее задание Здесь нам нужно Вентуровскую машинку убить Две, кстати, две Ну они, ну, серьезно Это вот что? Ну, конечно, да Защитники Вентуры здесь уже, конечно, слабоваты Ох, офигеть, его откинуло как Я не знаю, от чего это его откидывает Мне кажется, от дробаша То есть дробовик, который вот стреляет Блин, смотрите, снарядов, кстати Точнее, с новой вот версии Как взрываются устройства Деталей остается очень мало вот от врагов Вот, серьезно Ну, самое главное, пушки дали И здесь Вентуровские блоки пошли Ну, давай, хочу фабрикатор Ты серьезно, что ли? Ну, хотя бы, кстати, хотя бы уже Хорошо, мне дали, во-первых Смотрите, что Вентура, давайте вот так вот Вентуровский И вот здесь вот, да Во-первых, мне обрабатывающий завод дали Вентуровский А это данный модуль переработки Переобразовые сыры и ресурсы И в переработанной И если я не ошибаюсь Она, это мобильная Мобильная штука То есть Она перерабатывает прямо на нашем устройстве То есть этим можно заниматься на ходу Вентура пушка доставки То есть это та, которая отдает ресурсы И продает их тоже Мобильная И вот он, собственно Смешанный Смешанный склад Вентура Среднего размера Собирает несколько ресурсов за раз И вот здесь, кстати, как-то Как-то странно Странно То есть Стоп Стоп, ребятки Раньше было Раньше было больше информации вроде бы А, вот здесь вот и нужно нажать Хмм Я что-то путаю Но вроде бы Именно этот склад Как раз таки и является тем складом Который Который Как раз-то может перевозить предметы На больших скоростях Вот вроде бы так Но здесь я могу ошибаться Ладно, давайте сейчас съездим к В общем, выполним вот этого задания Хотя я вот там вот вижу Как раз таки я к магазинчику Отправлялся, чтобы взять новое задание Но тут я смотрю Ну Геокорпс, геокорпс Да, мощно Ну вот все Нету щитов И все, ребят Без щитов устройство вообще Ни одно здесь не выдерживает Выдерживает, когда их несколько штук Да, когда их несколько штук Они, конечно, много пушек, допустим Мало Вообще щитов энергетических нет И по вам идет очень огромный залп Ну, огненной мощности И просто вы умираете из-за того, что Щиты у вас скончаются В этом плане можно выиграть Но я также уничтожаю те устройства Как правило, они просто берут, ну, массовостью Вот в таком плане враги только единственные страшные А без щитов Вот типа вот как вот Бурильная установка Это, ну, совсем слабенько, конечно Приехали на вот это вот задание И здесь Задание, с которым часто многие не справляются Знаете почему? А потому что здесь нужно Точнее, само задание здесь глючит Здесь, к сожалению, на английском Не переведено все Давайте я вот так вот пока что сделаю Чтобы заряжать наше устройство Потому что я не знаю Сейчас мы дальше поедем воевать Я сейчас объясню, в чем проблема И часто здесь бывает В том, что вот это задание просто глючит То есть мне нужно сделать вот эту штуковину И видите, вот здесь вот он рассказывает Что карбонная плита нужна, да И вот этот впрыск витиль топлива нужен То есть нас сейчас знакомят вот с этим устройством Да, с фабрикой компонентов С которым я уже пользуюсь довольно-таки успешно И много уже предметов с ним скрафтил То есть теперь вот в последних версиях Появился вот эта вот Фабрика компонентов Которая добавляет вот эти компоненты Из которых сделаны Сделаны более-менее модернизированные устройства И ради И для Ну из них делаются другие какие-то устройства Допустим, реактивный двигатель Который как раз-таки Поломался у нашего вот этого дружка Видите, у него одного двигателя нет И именно сейчас мы его попытаемся сделать По просьбе Собственно говоря Хитрого Кого-то там Хитрый 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 Мики По-моему так его называют Вот на склад обратный устройство Система в точке-точке такая же Как и у меня построена В принципе То есть здесь ничего нету такого прям Сверхмощного Теперь мы должны заказать ему вот это вот И пошел Пошел крафт Но Здесь вот этого два ресурса Нету, да Вот этого И вот это вот, кстати, неправильно То есть они делают Как бы Как сказать Как бы это правильно сказать Подкладывают Мину Но Вроде бы Кто-то там В последней версии кричал Ну в последней серии кричал Прям именно кричал Он прям вот Большими буквами Запомни, что такие-то Такие-то Ресурсы находятся Там-то, там-то, там-то И вроде бы он писал Про как раз-таки Вот это желе И вроде бы вот Да Ребятки Видите, как мне повезло Просто вот Реально Повезло Сколько его нужно? Два? Просто повезло А возможно Это вот Самой игрой Как бы так сделано Чтобы рядом Вот эти ресурсы находились Которые нужны для А кстати А вот Корбита У меня По-моему Нету, да Давайте попробуем Корбит Я не знаю Где добывается Но Скорее всего Я здесь его Наверное Не найду Здесь вот Еще один источник Видите Моргает Может быть Там Корбит Но если не будет Сейчас мы Поставим Поставим Утилизатор И будем Нет Здесь понятно Хотя Кстати 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 А сработает ли так Если я ему Просто отдам Вот эту штуковину Нет Нет Именно нужно Сделать Тогда мы Знаете Как сделаем Сейчас Мы Поставим Утилизатор Утилизатор Ну Ну Ты что Серьезно А ну Ладно Ладно Давайте Вот так Утилизатор Поставим И Разберем Здесь Как раз Таки Один Из двигателей Из него Получится Вот эта Вот деталь И потом Мы ее Сюда Сейчас Сбросим Оп Ты Оп Ну Ладно Ладно Вот Таким Образом Ладно Окей Он Видите Не берет Лишнее Берет Только Нужные Детали Вот Зараза Тоже Хитро База Сделана Ну И все Теперь Точно Заработает Все Сейчас Эта Деталька Вылетает Говорит Что Поставить Нужно Мы Давайте Устанавливаем И он Типа Нас Благодарит Говорит Круто Круто Дарю Тебе Эту Базу Бушуй Громи Грабь И тому Подобное На этом Вроде бы Если я не ошибаюсь Миссии Заканчиваются То есть Следующих Миссий Больше Не будет Никаких Но Че то Как то Честно Говоря То ли Это Мне Долго Не давали То ли Еще Что Тут Какое Новое Задание О Мне Просто Дали Отлично Новый Камуш Шикарно Я не Против На самом Деле Сейчас Мы С вами Знаете Что Сделаем Мы Топливный Бак Можно Поставить Ребята А давайте Ка я Сейчас Воткну Здесь Еще Топливный Бак Топливный Бак Хавкей Вот Так Вот Топлива Много Не бывает А здесь Топливный Бак Он Такой Компактный Не очень Много Места Занимает Так что Это Самое То А сейчас Мы Продолжим Продолжим Дальше Воевать Потому Что В принципе Вот Сейчас Выполним Задание Нам В принципе Получается Что Вот Одно Задание И потом На базу Съездим Попытаемся Начать Крафтить Блоки Хавки Я надеюсь Это засада Потому что Посмотрите На таком Еще месте Находится Или нет Или это Просто Сундучок Нет Это засада Ребята Отлично Отлично А Как Ого Ребята Вот это Аж Лагает Посмотрите Что творится Они Настолько Огромные Что У меня Даже Лагает Очуметь Они Еще Между Собой Что Легируются Я не Понимаю Что Происходит Давай Уже Уничтожай Этих Малышей Ребят Смотрите Как Лагает Воу Воу Что Происходит Вообще Какой То О Боже Это Какой То Ну Ну Что Ж Вы Готовы В Атаку Давай 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 Надо Задний ход Задний ход Черт Черт Ловушка Ловушка Я не могу Выбраться Ребят Я не могу А я же не стреляю Что я делаю Это Господи Так Убери Черт Есть Есть Один готов Один готов Давай 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 Ну все Вот эти не страшны Этих я уже много раз уничтожал На самом деле Эти уже не страшны Этих всего лишь просто нужно Давай Давай Бури Бури Прям вот чувствуется Да Как Так Задний ход Задний ход Чувствуется как у меня буры Просто Кстати он тоже Воу Воу Он тоже смотрю такой старается Изо всех сил Ну Сдохни уже Сейчас посмотрим Что у меня от переда осталось Ну Да Пушки здесь конечно Мы покромсали Один бур отвалился Это неизбежно Потери Неизбежны Потому что Ну Сами понимаете Такой урон Я принимаю на себя Передними частями Это довольно таки мощно При этом При всем Есть небольшой минус Есть небольшой минус Вот этих пушек Такой Когда я в упор Стреляю во врага Я так же получаю урон От От своих же Вот От взрывов Которые я наношу Вот так вот То есть Взрыв от Вот этих пушек И от маленьких пушек Он работает по По масштабу Да Так скажем Да И Так и От него я тоже могу Получать урон Здесь Странно Но здесь Как будто Вентуровский же Смотрите Кабина Вентуровская Что ли Или я Че Не понимаю Видите Значок Такой Как будто Вентуровский Или это Или это Что-то Непонятное Что-то Я немножко Не понимаю Ну ладно Непонятно Серьезно Не увидел я К чему Опыт пришел По-моему Пришел все-таки Геокорпс Давайте вот так Вот закроем Тогда точно Будет Показываться Чему Опыт Приходит Смотрите Вроде бы Сейчас Должно Моргнуть А нет Не моргнул Ну ладно Давайте Заберем Сундучок Надеюсь Там Драгоценная Какая-нибудь Награда Но Какая Может быть Драгоценная Награда У Геокорпс Да Ну серьезно Я уже По-моему Все блоки Которые там Были Я уже Все блоки Для себя Открыл Максимум Что здесь Может быть Это просто Вот А вот Это вот Интересно Да То есть Вот эти вот Коричневые блоки Каска Синий блок То есть Вот эти вот Блоки Интересно Тогда Забираю Свои слова Назад Потому что Вот эти Разноцветные блоки Раньше не падали А теперь Они падают И Ну блин Может быть Когда-нибудь Я соберу Какое-нибудь устройство Ну или Буду добавлять Допустим Коричневые Или там Какие-то Разнообразные Разноцветные блоки И тем самым Украшать Свои устройства И кстати Надо посмотреть Они вообще Крафтятся ли Так Ну что ж Я приехал на базу Давайте Установим Хавкий Фабрикатор Я надеюсь Это фабрикатор Да Фабрикатор Отлично По-моему Он так вот Устанавливается Так Только есть проблема В том Что он Скидывает Предметы На бок Да То есть Вот так вот Нет Немножко Неправильно Да Вот Вот так вот То есть Он Вот отсюда Выкидывает Эти блоки И У меня По-моему Тут У меня Все открыто Ребят Все эти блоки Я находил Единственное Что точно Нужно сказать Вот эти вот Силовые поля Да Ремонтные шары Вот здесь Я с удовольствием Заменил эти два Ремонтных шара На один такой большой Это раз Теперь Давайте посмотрим Коричневые блоки Я хочу посмотреть Коричневые Ну вот Разноцветные Разноцветные блоки Нет Похоже да Что Разноцветные блоки Это прям Исключительно Такой Топ лут Типа того Да То есть Когда выбиваешь Но это на самом деле Не интересно Потому что Ну два Три Ну вот сколько Давайте Вот за все время Сколько я выбил Разноцветных блоков Допустим Три У меня три блока Одного цвета Допустим Один Один И типа Нахрена Они простите За выражение Нужны Ими не воспользуешься Ими ничего не сделаешь Ими ничто Не создашь И это Огромнейший минус То есть В принципе На данный момент Я все блоки Которые у меня были Не открыты Я открыл Мне остается только Ну серьезно Мне остается только Путешествовать дальше И Драться Драться за Новые блоки Потому что Как видите Вентура Только второго Левела ГСО Только к пятому Левелу Приближается Ну Геокорпс Я уже полностью Открыл Ну и Хавки Тоже Придется Очень много Еще Открывать И открывать Блоков Потому что Рецептов Еще очень много То есть Это и ракеты Это и гусеницы Хавки Короче Дофига А здесь Я бы хотел Покататься С гусеницами Так что Ребят Если вам понравилось Видео Оцените его По достоинству Поставив лайк Или Если вам что-то Не понравилось То напишите Комментарий Я попытаюсь Прислушаться К вашему мнению Но если это будет Объективное мнение А не просто Ты лох Или что-то В этом роде Как многие Любят писать Всем всего Удачи И пока